МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Административно-территориальная реформа вступила в силу 1 июля 2021 года. Это время, когда одни кровоизма управления просто исчезли с административной карты Латвии, став составной частью более крупных самоуправлений. Еще изначально не все были согласны с таким территориальным делением, и поэтому сегодня на повестке дня вопрос о так называемом разводе некогда объединившихся краевых муниципалитетов звучит все более актуально. В этот четверг на заседании Думы Аугдаговского края зашла речь о выходе бывшего Илугского края из Аугдаговского. Подробности далее. В минувший четверг депутаты самоуправления Аугдаговского края поддержали пересмотр закона об административных территориях и населенных пунктах, которые, по мнению большинства народных избранников, должны включать в себя поправки, предусматривающие восстановление независимости Илугского края в тех границах, которые были действительными до начала реализации административно-территориальной реформы. Инициатором начала процесса отделения бывшего Илугского края от Аугдаговского выступили депутаты самоуправления, избранные в Краевую Думу по избирательному списку Латвия-Земнику Савинниба Майгурск Реванс, Дайнис Миллерс и Рейнис Лицис. Когда мы сидели в Даугополсе за одним столом с Латвийницем и Юрисом Пуце, нам было сказано, что у нас будет экономический рывок вперед, и будет все хорошо. Но если мы посмотрим на свой бюджет этого года, на то, как он составлялся, и каковы прогнозы на следующий год, то я не вижу в этом никаких экономических достижений. И это решение для меня в какой-то степени протест против того, как сегодня действует правительство. Поэтому я призываю коллег поддержать этот проект решения. Следует отметить, что с самого начала административно-территориальной реформы Илоковский край выступал за сохранение своих границ, или же, как альтернативный вариант, за создание отдельного края Селия. Более того, в июне 2021 года Конституционный суд Латвии решил, что присоединение Илоковского края к Аугждаговскому не соответствует Сатурсме. Главная проблема в том, что ни у Илокста, ни у новообразованного самоуправления не было центра развития ни национального, ни регионального значения. Но, как отметил депутат Аугждаговского самоуправления Майгурск-Реванс, государственная машина была уже запущена. В результате Илокста был присвоен статус центра развития регионального значения, а весь край был включен в Аугждаговское самоуправление. Главное, что говорят жители, и чего они хотят. И если мы посмотрим на реформу, то, в принципе, это был монолог Министерства охраны среды и регионального развития. И мнение местных жителей, местных депутатов никто не принимало внимания, а ведь они были отличны от мнения тех, кто продвигал эту реформу. И мы знаем, насколько сегодня недовольны наши жители существующим положением. И я надеюсь, что их мнение все-таки когда-нибудь будет услышано. Большинством голосов депутатов инициатива о выходе бывшего Илокского края была поддержана. Против такого решения была депутат Крайовой Думы Гунта Семенова, представитель Латгальской партии. В своем желании вновь стать самостоятельными жители бывшего Илокского края в Латвии не единственные. Так, по состоянию на апрель 2024 года жители Гаркална выступали за отделение от Ропожского края при седении к Адужскому. Также попытки развестись предпринимали и жители Бабецкого края. Он оказался включенным в состав Маропского края, но, как утверждает автор соответствующей инициативы ДАЦ и Красстане, у местных не было никакого резона пользоваться инфраструктурой Маропа. Им ближе и удобнее Рига или Юрмала. Ранее Конституционный суд Латвии признал присоединение Бараклянского края к Резактинскому несовместимым с Адвортсмой. И таким образом, в настоящее время Бараклянский край продолжает действовать как самостоятельная территориальная единица. Возвращаясь к вопросу об восстановлении независимости Илугского края, то он должен быть рассмотрен всеми уже на следующей неделе. Получая небольшие пенсии у большинства сеньоров и людей с ограниченными возможностями, каждый цент на счету. По большому счету экономят на всем и, главным образом, на себе и своем здоровье. Понимая сложившуюся ситуацию, самоуправление Аугзаковского края приняло решение оказать материальную поддержку своим жителям. Подробности далее. Поддержка малозащищенных жителей из года в год является приоритетом в работе любого самоуправления. По крайней мере, так должно быть. И самоуправление Аугзаковского края соблюдает это правило неукоснительно. Принимая во внимание стремительное удорожание всех видов услуг, цен в магазинах, депутаты Краевой думы приняли решение о внесении поправок в обязывающие правила о поддержке малозащищенных лиц. Они определяют порядок оказания муниципалитетам материальной помощи при оплате пациентских взносов пенсионерам и инвалидов, место жительства которых задекларировано на территории Аугзаковского края. Поддержка вышеупомянутых жителей края будет оказываться в виде компенсации пациентского взноса за 4 дня их пребывания в стационаре Дагубовской региональной больницы. Право на эту помощь от самоуправления имеют. Неработающие пенсионеры, получающие фиксированную пенсию Латвийской Республики по возрасту и не имеющие полиса медицинского страхования. А также неработающие инвалиды, имеющие также фиксированную пенсию по инвалидности Латвийской Республики и не имеющие полиса медицинского страхования. Для реализации данной социальной поддержки из бюджета краевого самоуправления будет выделено порядка 25 тысяч евро. Поддержка будет оказываться без оценки доходов персон, которые имеют право получить данный вид социальной помощи. Как правило, сдача объекта в эксплуатацию вовсе не означает, что строительные работы завершены. С такой ситуацией столкнулись и жители Екапилса. Несколько лет назад возле государственной гимназии были проведены работы по реконструкции площади Оскара Калпака. Гарантийный срок еще не закончился, но уже были обнаружены дефекты тротуарной плитки. Муниципалитеты объясняют, что причина проблемы в строительных работах, которые проводились в этом районе на соседних объектах, поскольку строительная тяжелая техника использовала для своего передвижения, в том числе и тротуар. В ситуации разбирались наши коллеги из Екапилса. Площадь Оскара Калпака в качестве автостоянки коллектив, расположенный поблизости Екапилской государственной гимназии, используют ежедневно. Именно поэтому в течение учебного года движение транспорта здесь интенсивное. Три года назад площадь реконструировали. Была уложена плитка, в том числе и на тротуаре. Однако вместо ожидаемого комфорта преподаватели, ученики и их родители уже столкнулись с целым рядом неудобств. Ходить здесь хуже всего весной. Покрытие как будто бы немного приподнялось. Так что действительно возникают проблемы, если идешь через эту парковку. И на самом деле, тротуарная плитка местами раскрошилась, местами приподнялась или была смещена. Поверхность стала неровной и появились трещины. Ничего не заметил, я думаю, что все в порядке. Я сама еду на машине и пока ничего не чувствую. И хотя на вождение эти недочеты, выявленные в покрытии автопарковки, никак не влияют, но звуки, которые проявляются при проезде автомобиля, указывают на то, что плитка неровная. В обществе слышали, что плитка могла быть повреждена осенью прошлого года, когда ремонтировали соседнюю улицу Вильгельма Струве. Но в муниципалитете утверждают, что проблемы с тротуаром возникли еще до начала ремонтных работ на улице Струве. Были проведены ремонт самой гимназии и объемные работы по реконструкции этой территории. Все это продолжалось длительное время, и эта дорога, да, использовалась строителями. В прошлом летом компания «Екопелс по Калпойме», которая являлась подрядчиком проекта, поврежденные плитки заменила за свой счет. И на этот раз предприятие взялось произвести ремонтные работы. Конечно, парковка не предназначена для тяжелой техники, но в этом случае екопелские службы устранят неисправности. Может быть, другой строитель возразил бы, но в данном случае «Екопелс по Калпойме» пошли нам навстречу. Компания «Екопелс по Калпойме» произведет ремонтные работы тротуара за свой счет, когда в гимназии закончится учебный год, а также закончится время сдачи выпускных экзаменов. И в продолжение темы о городской инфраструктуре перемещаемся в «Далгопелс». Как известно, с каждым годом в городе создаются новые объекты, которые открывают новые возможности для горожан. Но все это работает только в том случае, если сами жители бережно относятся к тому, что уже создано, или только тому, что создается. На днях в регуляцию ЛРТ-плюс поступил сигнал от горожан, проживающих в микроюне «Химия», которые для посещения микроюне «Кожзавод» пользуются не общественным транспортом, а выбирают кратчайший путь через заболочную территорию водоемогубища. Люди сообщили о том, что сегодня находиться на мостике небезопасно. Напомним, несколько лет назад здесь был построен добротный мостик с перилами во избежание неприятных инцидентов. И, как повторимся, люди говорят, что сегодня всего этого нет. Отвечая на вопрос жителей, мэр города Андрей Элксенш проинформировал о том, что поступивший сигнал не останется незамеченным, и Управлению коммунального хозяйства будет дано задание изучить ситуацию, а затем принять решение на предмет того, что можно сделать. Но в любом случае, качество, созданное самоуправлением инфраструктуры, среды, отдыха, дорожной инфраструктуры, в том числе, зависит и от нас с вами, в частности, от того, как мы к этому относимся. Что же касается мостика, то на первый взгляд мы не нашли каких-либо изменений в этом объекте. В эти дни наш с вами любимый город празднует свой 749-й день рождения. Поскольку Дагубус открыт и гостеприимен для всех, то и свой день рождения он празднует ярко, масштабно и, что важно, на позитиве. В этот день именинник будет принимать многочисленные поздравления. А что в эти дни желают ему руководители наших муниципальных предприятий? Узнаем прямо сейчас. Уважаемые пассажиры, СИА Даугопилс Сатексмы поздравляет вас с Днем города Даугопилса. Пусть этот день принесет вам много радости, улыбок и хороших воспоминаний. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Поздравляю с праздником города. Желаю Даугопилсу процветания и экономического развития. Жителям города желаю исполнения всех желаний, а также, чтобы в каждой семье, в стране, во всем мире царил мир. Уважаемые долгопилчане и гости нашего города, поздравляю вас с Днем города, с Днем Даугопилса. Мы, предприятие Лабья Картошина Де, будем продолжать радовать вас всеми красочными экспозициями, для того, чтобы вам было приятно находиться у нас и проживать в нашем чудесном, красивом городе. С праздником вас! Поздравляю даугопилчан и гостей с праздником города. Желаю, чтобы в вашем доме всегда была чистая, холодная вода. Приглашаем вас освежиться в наш бар, который расположен на улице Ригас и Михаилса, попробовать с нашей водой. С Днем рождения Даугопилса! Поздравляем! От имени Акционерного общества Даугопилсилтамтыклы, а также всех работников нашего предприятия, хотелось бы поздравить даугопилчан с праздником города. Даугопилсилтамтыклы – это предприятие, которое каждый день производит энергию для того, чтобы у жителей нашего города дома было тепло. Поэтому сегодня мы хотим пожелать всем даугопилчанам, а также нам самим, душевного тепла. Это то тепло, которым мы можем делиться не только друг с другом, с теми людьми, которые нас окружают и нам дороги, а также с душевным теплом, ответственностью и любовью относиться к нашему городу. С Днем рождения Даугопилс! И в завершение программы о погоде. В ближайшие дни в Латвии ожидаются частые дожди и гроза, а температура воздуха будет постепенно понижаться. В первые субботы и воскресенье июня ожидается переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозовые облака принесут ливень, град и порывистый ветер. Температура воздуха понизится до плюс 11, плюс 17 градусов ночью и плюс 20, плюс 26 градусов днем. В начале следующей недели станет на несколько градусов еще прохладнее, а во второй половине недели уже значительно похолодает. Не исключено, что столбик термометра не превысит плюс 14, плюс 19 градусов. Ночи также станут холодными. Местами возможны легкие заморозки на высоте травы. Ветер будет дуть преимущественно с запада, временами порывистой, вероятной дожди. Но стоит ли расстраиваться из-за прогноза синоптиков, когда твоему любимому городу 749? Команда телеканала ЛРТ Плюс от всей души поздравляет Даукупилс и его жителей с днем рождения. Желаем драйва, куража, азарта, огромного везения, больших успехов и невероятных возможностей. Пусть у нас все получается. Давайте позволим себе видеть шансы, следовать за мечтой и быть творцами своей прекрасной жизни. Будь любим, счастлив, здоров и богат во всех смыслах этого слова. Наш великолепный, любимый Даукупилс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова